Очередная практическая проктологическая школа Прокто-Рус прошла 2 июля на базе Мариинской больницы в Санкт-Петербурге. Она была организована Российским обществом эндоскопических хирургов, Международной школой практической хирургии и Первым медицинским каналом. Темой этой школы была дидактика современной малой проктологии с отработкой навыков в Бэт-Лаб. Наши курсанты имеют уникальную возможность освоить все современные методики, такие как селективный доплер-контролируемая дезорторизация геморридальных узлов, лазерная геморридопластика, склерозирование, лидирование, использование современных энергетических платформ при лечении геморридальной болезни. С изменением локации школы Прокто-Рус несколько изменился состав менторов. По факту мы также продолжаем обучать работе на всех электрохирургических платформах, работе на лазерах, проведении дезорторизации. Прокто-Рус шагает по стороне, мы шагаем вместе с ним и совершенствуемся. Желающие познать что-то новое сейчас здесь собрались. Мы с радостью обучаем их новым методологиям, даже не что новым, а от старого до нового с фишками процессов, с всякими нюансами, отвечаем на вопросы, очень много заинтересованных. Количество участников школы Прокто-Рус растет раз от разу. И что самое важное, у каждого участника есть возможность собственными руками выполнить лидирование, склерозирование, удаление геморридальных узлов, дезорторизацию и лазерную геморроидопластику. Также в программе семинара есть живая хирургия, где менторы покажут, как они выполняют эти процедуры в настоящей операционной. Именно такое погружение на 200% в среду, замечательная возможность для нетворкинга и возможности поделиться своим опытом, своими впечатлениями от лечения пациентов, дает замечательный посыл и вдохновение развиваться, становиться лучше и расти дальше. И Прокто-Рус вместе помогает становиться каждому проктологу, быть лучшим в своем деле. Время не теряйте, сутки всего лишь, чтобы познать вот эти азы колокатологии. Школа Прокто-Рус стала прикурсом к традиционной летней сессии Российского общества эндоскопических хирургов.